Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет рассказ в моей рубрике о грибах, о лечебных свойствах грибных препаратов, да, грибов, о агарике. Этот уникальный гриб стоит наравне с самыми такими чудодейственными, если можно сказать, грибами, это шитаки, весёлка. Сейчас о агарике. Этот гриб не так давно вошёл в мировую фунготерапию, то есть науку о изучении и применении грибных, высших грибов, грибных препаратов для лечения тех или иных болезней. Этот гриб уже находка американских микологов, которые обнаружили этот гриб, исследовали, вернее, его, да, и обнаружили уникальные противораковые свойства этого гриба. В Бразилии изначально произрастает, его, конечно, выращивают и на фермах, но самые сильные идут именно с мест произрастания по содержанию активных лекарственных свойств, веществ. Значит, находка действительно заслуживает особое внимание, не только потому, что одними из самых сильных противоопухолевых свойств имеет этот гриб, ну а в комбинациях с шитакей, весёлкой, многие другие открывают свои свойства. Он очень эффективен при уже последних стадиях, третьих, особенно четвёртых, онкологических заболеваниях, когда развивается асцит, например, то есть накопление жидкости. Или лимфостаз, это очень серьёзное поражение лимфатических сосудов с отёком тканей. Вот именно тогда применяется этот гриб с очень высокой вероятностью, ну скажем, ремиссии. Его, такая интересная есть ещё особенность, он никогда, практически никогда не вызывает никаких аллергических реакций. Поэтому может применяться даже у таких пациентов. Применяется он в мировой практике и в США, и в Японии, и в других странах. А он также успешно выводит продукты распада метаболизма раковой клетки, раковой опухоли, даже в состоянии такого некроза распада уже когда. То есть, когда практически ничего уже помочь не может. Более того, его также эффективно применяют после химиотерапии. Он восстанавливает кишечную микрофлору достаточно быстро. Более того, когда человек находится в таком плачевном, плохом состоянии, когда есть уже, ну скажем, проблемы с печенью, почками, вот он нормализует работу печени и почек. Конечно, надо понимать, что для печени самое сильное гепатопротекторное средство является, например, расторопши. Семена расторопши, которые я рекомендую употреблять так, что по одной столовой ложке размолотых в данный день приёма семян, ну в кофемолке размолоть, по столовой ложке три раза в день до еды запивая воду. Это может быть за 10, 20, 40 минут до еды, в зависимости от того, какие другие препараты в этот момент применяются. Соответственно, это долго применяется, до полугода расторопши, но печень действительно восстанавливается. Либо препараты кораллового клуба, которые очень эффективны, это уникальный препарат, разработанный одним корейским учёным, фандетокс, состоящий из множества трав, куда расторопши, конечно же, тоже входят. И это также заферан и артишок. Вот эта комбинация хотя бы, например, фандетокса, заферана, но, естественно, расторопши отдельно. И это мы говорим о печени. Ну, это, извините, отвлёкся, хотя всё имеет свою ценность, и в том числе и такая информация тоже, я так полагаю. Итак, после химиотерапии понятно. Применение агарика не только в онкологии возможно, и он применяется, а ещё применяется при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, как я уже сказал, печени и почек, мочи половой системы, инфекции и так далее, при заболеваниях лимфы, крови, при эпилепсии, энцефалопатии, различных аутоиммунных заболеваний, таких как, например, при системной красной волчанке, например, полиартрите, рассеянном склерозе, склеродермии и других заболеваниях иммунного характера, аутоиммунных так называемых заболеваний вместе с весёлкой и шитакей. Троица этих грибов самые сильные, как применять, расскажу чуть позже. Агарик бразильский также подавляет грибковую микрофлору, и вот здесь ему равных нет, особенно при использовании, когда какие-то микозы, микозные поражения кожи, ногтей, что я имею в виду? Ну, не только тот самый известный грибок кожи, головы, особенно кожи пальцев, рук и ног, здесь внутренне он применяется, и плюс свечи, агарик, это очень сильный, 100% практически результат гарантирован, я скажу чуть позже как. Он выпускается в двух вариантах для внутреннего потребления. Во-первых, в капсулах. В одной баночке идёт 60 капсул. Ну, помните, дорогие друзья, что всё-таки в капсулах всегда препараты менее эффективны, чем концентрированные лечебные водорастворимые формы, и вот в концентрированном виде это есть такой водорастворимый агарик, это самый дорогой гриб, дороже весёлки и дороже, конечно же, шитаки, но и самый эффективный. Применяется он таким образом, значит, что если мы говорим о водорастворимой форме, то это по одному саше-пакету два раза в день за, допустим, 30 минут до еды. Если это капсульная форма, то по две капсулы три раза в день, и тогда идёт на один месяц лечение три баночки агарика. Ну, а если в коробочках, в саше-пакетах, а в каждой коробочке 30 саше-пакетов, то на один месяц при таком приёме идёт две коробочки. Соответственно, это первый препарат в данном комплексном методе лечения с другими грибными препаратами. Предположим, весёлка применяется, когда речь идёт о каких-то доброкачественных, злокачественных опухолях и прочих проблемах с почками, кистами, омы, ну, так сказать, понятно, полипы там и так далее. Значит, тогда весёлка применяется так. За 20 минут до еды по одному саше-пакетику два раза в день и тоже две коробочки на один месяц потребуется. Ну, и шитаки водорастворимая, конечно же, форма. Там уже совсем разница небольшая между водорастворимой и масляной капсульной формой. А тут однозначно выбирать необходимую, конечно же, водорастворимую форму. По одному саше-пакету два раза в день также за 10 уже минут до еды. Помните, между каждым и последующим грибными препаратами нужно делать паузу 8-10 минут перерыва. Запивай стаканами воды. Как открывается пакетик, высыпается в рот, рядом стакан воды, приготовленный заранее комнатной, либо чуть выше температуры, в рот берёте полобъёма рта воды и буль-буль-буль размешали, проглотили, допили этим стаканом воды. Так каждый гриб делается. Конечно, вода в идеале, чтобы была водородная. Я очень советую вам посмотреть мои видео о физико-химических свойствах воды, о значимости воды и о приборах, которые меняют физико-химические свойства воды до клеточного уровня, что крайне важно. Все причины следственной связи, нюансы там я подробно рассказываю. Посмотрите. В моих лекциях они будут под этим видео тоже по ссылкам данные. Не поленитесь. При кожных проблемах применяются примерно так. Их очень много кожных проблем. Это псориазные нейродермиты, дерматиты. Понятно, что здесь могут быть разные комбинации лечения. Кстати, у меня есть такой инфопродукт номер 8. И там даны методики лечения по всем видам кожных поражений. Но, дорогие друзья, тогда, когда составлялся этот инфопродукт, я учел там все, что было накоплено на тот момент, кроме методики лечения грибными препаратами. Поэтому советую вам. Есть такой универсальный вариант, в зависимости от того, какие у вас заболевания, если с кожей связаны. Есть универсальный такой метод, который я даю, например, в мини-инфопродукте номер 13, как лечение по кандидозу системному. Но, или такой вариант, который я вам сейчас дам. Помимо к тому инфопродукту номер 8, где даны методики по травам, по разным, так сказать, примочкам, компрессам, ну, там максимально все рассказано, подробно расписано. Так вот, я скажу еще вот что. Что касается грибов, то тогда я рекомендую, поскольку агарик является самым сильным средством, которое подавляет рост низших грибов, то есть грибков, паразитов, микромицетов, да, вот этих вот самых дрожжевых и плесневых грибков, применять так же, как я сейчас сказал, но вместо, допустим, веселки, если нет каких-то опухолевых образований, доброкачественных или злокачественных, тогда, да, веселку можно убрать и применить вместо нее, допустим, кардицепс. Тоже очень сильное средство. Это первые два месяца потреблять так. Первые два месяца. Как и то, что я сказал выше методик, у агарик, шитаки, веселка, минимум два месяца, потом, только ни в коем случае не делав перерывы, потому что у грибов есть накопительный лечебный эффект, чтобы его не сбить, нужно до полного ликвидации тех или иных проблем лечиться ими, плюс еще месяц-два после этого для закрепления результата. Так вот, если начать с кардицепсом первые два месяца, третьим препаратом грибным использовать кардицепс, он применяется по две капсулы, три раза в день, он только в форме капсулы выпускается, значит, три баночки на один месяц потребуется, на два месяца шесть, соответственно, а вот уже с третьего месяца и четвертый месяц употреблять, если речь идет про кожные проблемы, грибковые различные поражения, то можно применять уже дождевик, как тот препарат, который не только является тоже противопухолем и так далее, о нем есть видео отдельное, посмотрите о дождевике, а еще как средство, которое является, ну, как бы пылесосом, то есть мощным сорбентом, который яды, токсины и даже тяжелые металлы, радионуклиды вытаскивает из организма. Уже с пятого месяца, допустим, пятый и шестой месяц, можно вместо дождевика потреблять трутовик лиственничный. Значит, если мы говорим о дождевике, то по три капсулы я советую, все-таки три раза в день для взрослого человека от 50-60 и выше килограмм массы тела. Значит, если три раза в день по три, это пять баночек на один месяц, если три раза в день по две капсулы, три баночки на один месяц. Ну, а закончить это как раз, это уже будет до пятый и шестой месяц, то тогда можно трутовиком лиственничным, то есть трутовик лиственничный, который является очень сильным гепатопротекторным средством, тоже чистит печень, ну и как раз в этот период также продолжаются применяться травы, расторопшие и прочее. И это будет прекрасный вариант такого комплексного лечения в данном случае. Значит, результаты уже, изменения должны проявиться через где-то два месяца. Первый месяц грибные препараты работают только на, скажем так, мобилизацию иммунной системы, которая потом уже начинает непосредственно работать активно с вредоносными микроорганизмами, в том числе говоря о грибках, микромицетах и заболеваниях разных, таких как системный кандидоз, вызванные грибком Батритисом и прочее, и прочее. Смотрите мои видео по грибковым инфекциям и заболеваниям. Все, что я рекомендую под данным видео, это очень важно. Ну, а на этом, пожалуй, все. Про этот чудо-гриб я рассказал. Следующий на очереди будет Веселка и следующий. Будет, если вам интересно, послушать о новых грибных препаратах, о новых, может быть, свойствах, которые вы не знали, привычных всем, а может быть, даже и непривычных, редких видов грибов, то пишите под данным видео, хотите ли вы послушать о грибах, о каких, какие-то вопросы, может быть. Значит, ну и, соответственно, ставьте лайк, если вам понравилось, поддержите этот мой проект. И, соответственно, если вы подпишетесь на мой канал и еще поставите колокольчик, то вы будете получать, нажмете на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео и не пропустите никакие новые мои видео. Ну, а на этом я хочу с вами попрощаться. До новых встреч, до новых видео. Всего вам самого лучшего. До свидания.